Биржевые индексы помогают инвесторам получить представление о том, что происходит с акциями того или иного сектора. Впервые такие индексы появились в конце 19 века, когда журналист Чарльз Доу решил, что лучший способ отследить динамику рынка – отобрать акции наиболее значимых компаний. Первый биржевой индекс, рассчитанный 3 июля 1884 года, представлял собой среднюю цену 11 акций. Он получил название «Железнодорожный индекс», поскольку 9 из 11 акций были выпущены железнодорожными компаниями. Средний промышленный индекс был введен Доу в 1896 году. Он определялся как средняя арифметическая цен на 12 акций. Значение индекса на закрытие первого дня составило 69,93 пункта, а суммарная стоимость входящих в него акций на тот момент времени составляла около 770 долларов. Сегодня промышленный индекс Доу Джонс рассчитывается как средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. Исключениями являются American Express и AT&T, которые нельзя считать чисто промышленными компаниями. Акции, используемые в индексе Доу Джонс 30, котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и составляют порядка 15-20% общей рыночной стоимости всех акций площадки. Компоненты индекса Доу Джонса могут меняться в зависимости от позиций крупнейших промышленных корпораций в экономике США и на фондовом рынке. Изначально этот индекс рассчитывался по 12 компаниям, теперь по 30. Поэтому с 10 сентября 1928 года за основу для расчета индекса принимается метод расчета постоянного делителя. Сейчас промышленный индекс Доу Джонса исчисляется путем сложения цен, включенных в него акций на момент закрытия биржи, и деление полученной суммы на постоянный делитель. Он корректировался на начну дробления акций и дивидендов в форме акций, составляющих свыше 10% рыночной стоимости выпусков, а также на замещение компонентов, входящих в листинг, их слияние и поглощение. Транспортный индекс Доу Джонса – средний показатель, характеризующий движение цен на акции 20 транспортных корпораций, авиакомпаний, железнодорожных и автодорожных компаний. Первоначально в него входили только акции 9 железнодорожных организаций. Впоследствии они были заменены акциями компаний других видов транспорта. Данное преобразование индикатора было продиктовано коренными изменениями в структуре коммерческих перевозок. В конце 19 века, когда впервые появился индекс акций железнодорожных компаний, в системе железнодорожных перевозок осуществлялись перевозки как грузов, так и пассажиров в колоссальных масштабах. Наш эксперт Алексей Бутенко, управляющий активами инвестиционной компании «Финам». У многих индексов в конце тикера стоит цифра. Что это означает? Чаще всего цифра в конце индекса обозначает структуру, то есть количество ценных бумаг, которые входят в указанный индекс. Например, индекс Nikkei 225 представляет собой совокупность самых крупных компаний, торгующихся на японских биржах. Соответственно, их количество 225. В индекс Dow Jones, как мы уже сказали, входит 30 компаний. Есть также индекс как 40, в него, соответственно, входит 40 акций. Формирование портфеля ценных бумаг, схожего с индексом, довольно трудоемкий процесс. А есть ли готовые решения для частного инвестора? Да, конечно, такая стратегия существует. Ее название «Buy and Hold», то есть «купил и держи». Эта стратегия предусматривает то, что вы покупаете одновременно все акции, входящие в индекс, и держите эти бумаги у себя в портфеле. Соответственно, если колебания на рынке будут большие, то и доходность такого индекса и доходность, соответственно, ваших инвестиций составит существенную величину. Но стоит отметить, что если волатильность на рынке снизится и колебания будут небольшими, то и доходность вашей будет невелика. А есть ли стратегии инвестирования, основанные на динамике индекса? Для частного инвестора существует готовое решение, которое называется «Поевой индексный фонд». Инвестиции в данном случае распределяются между всеми акциями, входящими в индекс. Соответственно, управляющий ограничен от влияния человеческого фактора, и кроме того, инвестор может не беспокоиться о том, что экономические последствия какой-то одной бумаги будут влиять на его инвестиции. Если рынок вырастет, то существенно вырастут и инвестиции инвестора. В противном случае инвестор может понести потери. Промышленные и транспортные индексы Dow Jones – лучшие индикаторы состояния компаний промышленной и транспортной отрасли США. Инвесторы могут использовать их для составления инвестиционного портфеля, привязанного к индексу. Такая практика позволяет снизить риски инвестирования. Кроме того, используя по аналогии эти показатели, можно прогнозировать движение акций того же типа и в других странах. А некоторые инвесторы могут даже использовать возможности для арбитража, то есть игры на том, что все акции одной отрасли во всем мире движутся в одном направлении. С вами была Марианна Минскер, спонсоры показа «Заофинам» и финансовая группа «БКС». Удачных вам инвестиций и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин